МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Русскоязычному человеку, привыкшему к последовательному чередованию гласных и согласных букв в словах, выговорить название марки Санг-Йонг непросто, несмотря на то, что она уже давно представлена на российском рынке. Многие до сих пор спрашивают – китаец? Но как изменяется выражение лица, вопрошающего с пренебрежительного на заинтересованное, когда говоришь, что место рождения марки Санг-Йонг Актион – Южная Корея? И вот тогда вопросов не избежать. В избежании культурного шока ранимым натурам с тонкой душевной организацией от Актиона первого поколения лучше было держаться подальше. Англичанин Кен Гринли, бывший шеф-дизайнер компании Сан-Йонг, добросовестно тогда выполнил свою задачу. Сказали ему корейцы сделать так, чтобы автомобили Сан-Йонг не были похожи на конкурентов. Он и постарался. Поэтому приобретали эти машины в основном люди с крепкими нервами и желанием во что бы то ни стало выделиться. Концепт второго поколения кроссовера марки Сан-Йонг под кодовым обозначением Си-200 был запущен еще в 1997 году. Но прототипы появились лишь спустя 11 лет, а серийный выпуск начался в конце 2010 года. Серийный автомобиль уже не отпугивал своей внешностью, а наоборот, заставлял присмотреться. Корейский производитель дал понять, что отныне внемли тенденциям автомобильной моды и больше не будет шокировать покупателей своей дизайнерской самобытностью. У нового Актиона после рестайлинга основные изменения пришлись на переднюю часть. Фары со светодиодными секциями, укрупненные противотуманки интегрированы в нижнюю часть бампера, и образ стал совсем иным. Корейцы правильно разгадали секрет успешного дизайна в России. Сделать бровки хмурыми, а мордочку грозной. Спорт и агрессия – вот две главные хромосомы современного дизайна. Однако, пытаясь уйти от бывшей вычурности, корейцы, кажется, даже перестарались. Не будь такой яркой расцветки, автомобиль можно было и вовсе не заметить. Он как товарищ в штатском. Зато вряд ли надоест хозяевам, которые относятся к машине исключительно как к средству передвижения. Простой и безвестный. Он вызывает у меня ту же потребительскую симпатию, что и товары без дизайнерского клейма и яркой фирменной упаковки. Ведь зачастую они дают нам возможность серьезно сэкономить. Порой без потери качества. Что касается отделки салона, то Актион до рестайлинга был далек от премиума, как Корея от Германии. Хорошая функциональность и удручающий плохой пластик – вот что тогда бросалось в глаза. Это был такой стиль простого парня. К тому же конкуренты-соотечественники уже тогда стали предлагать более высокий уровень материалов отделки. Приборная панель у нового Актион выполнена из разных сортов мягкого и твердого пластика. Дополнена матовыми вставками под дерево и алюминий. А в центре красуется 7-дюймовый дисплей с интегрированной мультимедийно-навигационной системой. Внутри салон выразительный, но не вычурный. Такая современность без фанатизма. Кнопки на передней панели немного грубоватые, но приемлемо. Вообще, по сравнению с предыдущими поколениями, Актион стал на полшажка ближе к премиуму. Непривычно большое рулевое колесо, однако освоившись, находишь это удобным. Новый макияж пошел Актиону на пользу. Корейцы облагородили почти все элементы передней панели, включая и приборы, и центральную консоль, и материалы, из которых сделаны мелкие детали интерьера. Множество электрорегулировок позволяют удобно устроиться на водительском кресле. Летом не будет жарко, потому что есть вентиляция подачи холодного воздуха в кресло, а зимой подогрев сиденья. Однако удобным можно назвать только водительское кресло. Пассажиры, которых я подвозила, всетывали, что не могут устроиться комфортно. Наличием электрорегулировки пассажирское кресло, к сожалению, не радует. Кажется, что главный человек в этом автомобиле тот, что за рулем. Вот ему, с точки зрения эргономики и комфорта, жаловаться почти ни на что не приходится. Перед глазами водителя красуется комбинация приборов SuperVision. С момента рестайлинга она не изменилась, но на вид действительно супер. А еще, чтобы согреть руки в холодное время, теперь не надо ждать, пока из дефлекторов пойдет теплый воздух. У богато оснащенных версий Актиона есть электроподогрев руля. В других комплектациях его можно заказать в качестве опции. Вообще удивляет внимание корейцев к мелочам. Маленькие крючочки для одежды и для сумок. Или вот, например, в зеркале отделение для документов. Ведь именно из таких маленьких деталей складывается общее впечатление об автомобиле. Задняя часть салона порадовала своим гостеприимством. Сзади, на удивление, просторно. Под ногами не мешается тоннель, а значит, втроем здесь легко будет разместиться. А в дальней дороге очень, кстати, будут откидывающиеся спинки сидений. Только вот, правда, подушки плоские, как лавка. Возможно, это полезно для позвоночника. Уют на этом диване несколько сомнительный. Чувствовать себя, как кузнечик на такой скамейке, не особо комфортно. Однако, в том числе, благодаря этому задние сидения одним движением укладываются в ровный пол. И тогда не самый большой по меркам кроссовера багажник, объемом 486 литров, превращается в приемлемые 1312 литров. У нас на тесте Актион с двухлитровым дизельным мотором мощностью 149 лошадиных сил, автоматической коробкой переключения передач в топовой версии Redline. По данным заявленным производителем, расход топлива в комбинированном цикле составляет 7,5 литра на 100 километров пути. Максимальная скорость – 174 километра в час. Максимальный крутящий момент – 360 ньютон на метр в диапазоне от 2 до 2500 оборотов в минуту. О том, что под капотом дизель, забыть невозможно. На холостых оборотах вибрации чувствуются даже на задних сидениях. Отчетливое тарахтение слышно в любом режиме движения. Однако я часто слышу, что для многих уютное обормотание дизеля за рулем – хороший тон для размышлений. Подвеска прекрасно справляется с жесткими неровностями, практически не замечая мелочь и очень эффективно смягчая более крупные, но заставляя при этом машину повторять профиль волн и немного переваливаться сбоку-набок. Благо, не слишком активно. 150 лошадиных сил, конечно, не будоражит воображение, но производители обещали зажигательную езду. Но эти обещания остались на страницах рекламных буклетов. На деле мотор не располагает в динамичной езде. Порой я была настолько неуверена в динамике разгона, что даже боялась начать маневр, а вдруг не успею завершить. Уж лучше пропустить всех, и когда в ближайшей видимости не останется ни одного автомобиля, спокойно уехать. Ох, быть бы ей чуть-чуть порезвее. Какая-то непредсказуемость с педалью газа. Поначалу мотор беспробудно спит. Вот я уже нажала или еще нет? А потом вдруг актеон вспоминает свое имя и начинает рыть землю. Управляется автомобиль скучновато. Руль приходится крутить на большие углы. И желания поактивничать в городе, в общем-то, не возникает. Зато в дальних поездках на автомобиле будет достаточно комфортно, потому что он уверенно стоит напрямой. Стоит об этом задуматься, как начинаешь воспринимать характер машины уже несколько иначе. Не скучная, а спокойная, покладистая управляемость и лояльность к качеству дороги. Такой автомобиль для размеренного горожанина, который никуда не спешит. Однако тяговитый дизель выбирают те, кто собирается съезжать с асфальта. Клиренса в 180 или 190 миллиметров в зависимости от колес с запасом хватит в городе. Но на бездорожье уже станет маловато. Зато автомат будет невероятно уместен. Он поможет плавно перекатывать через валуны и ювелирно дозировать тягу в самых коварных местах. Корейский компакт-кроссовер звучит сегодня не менее обыденно, чем китайский компьютер или индийский мобильный телефон. Ведь именно корейцы первыми после японцев приняли на вооружение концепцию небольшой легковушки с несущим кузовом типа универсал, большими колесами и возможностью применения полного привода. Поэтому и основными конкурентами нового Актиона сегодня являются его земляки – KIA Sportage и Hyundai iX35. KIA за свой Sportage в комплектации премиум просит 1 миллион 250 тысяч рублей. Актион в комплектации, как у нас Redline, обойдется даже чуть дороже – в миллион 279 тысяч рублей. И только Hyundai со своим iX35 по стоимости выбивается из этой корейской тройки. Топовая версия в комплектации Prime стоит почти на 50 тысяч рублей дороже. А если добавить сюда еще и Style Packet, то разница между конкурентами увеличивается аж до 100 тысяч рублей. Однако за место под солнцем в классе кроссоверов сражаются не только корейцы. С новым Актионом будут соперничать Nissan Qashqai и Skoda Yeti и Toyota RAV4 – более десятка конкурентов. Поэтому Актиону и нужна целая гамма модификаций. И по количеству исполнений и версий ему трудно найти равных. Причем комбинируя силовые агрегаты, коробки передач и типы привода, можно безнадежно испортить или наоборот улучшить впечатление об автомобиле. От любви до ненависти – всего лишь одна галочка в спецификации. И если не поддаться общей паранойи и не уверовать в то, что солярка в нашей стране дрянь, обслуживать дизель дорого, а заводить в холода тяжело, то из всей палитры Актионов дизельную версию с автоматом выбирать можно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...